Итак, всем привет! Мы решили снять такой небольшой видеообзор по вторым репетициям первого полуфинала. Сегодня отрепетировала вторая половина второго полуфинала. Мы решили снять такое небольшое общее мнение по каждой песне, скажем так. Итак, кто вас из первого полуфинала впечатлил больше всего и видели ли вы в нем вообще победителя? Мне очень понравилась Сербия, очень нежная, красивая песня. Также Кипр, конечно же, она, наверное, единственная зажигалка в этом полуфинале. Несмотря на то, что она не слишком вытягивает песню, допустим, как Елене Фурейра это делала, но при этом номер целый, полный и все как надо. Мне понравился Кипр, Беларусь, потом, кто у нас там еще есть? Можно мне списочек? Сербия очень удивила, голосистая девочка, но мы ее видим не первый раз. Первый раз, то есть она участвовала в детском мировидении, было третье место. Второй раз она участвовала уже в возрастном, в тринадцатом году не прошла в финал. И сейчас, я думаю, это будет уже финал, то есть. Еще, ну, очень хочется, конечно, чтобы в финал вышла Сан-Марина. Просто уже... Да, мне Сан-Марина тоже очень нравится. Я считаю, что он достоин выйти в этот финал и даже в финале занять место, ну, да. А еще насчет Исландии. Вот многие говорят, Исландия, Исландия, Исландия. Так вот, ожидали чего-то большего, потому что, мне кажется, Исландия это какая-то пародия на самих себя. Как-то там все... Как-то столько много шума, а на самом деле, ну, и поет он плохо, этот пацан. И номер какой-то никакойный. То есть, ну, я ожидал, ну, раз это группа BDSM, да, типа Садамаз, но я ожидал уже какие-то более какие-то потажные моменты, а то ничего не происходит там. Я хочу сказать, что Исландия это, как, можно сказать, повтор какой-то Финляндии 2015 года, когда были дауны, вокруг которых было много шума, неформат, все такое, а в итоге никто ничего не понял, они облажали, залажали и все. Да, я согласен тут насчет Исландии, пожалуй, соглашусь с Ильяной, так как это действительно, я здесь вижу сходство очень большое с Финляндией 2015, которые, кстати, были тоже изначально фаворитами у многих, и у букмекеров, и у фанатов, и у прессы. В итоге это закончено с пшиком. Хотелось бы спросить вас по поводу Швеции. Вот, кстати, после сегодняшней репетиции Швеция обогнала Россию, и уже на втором месте у букмекеров. Что вы можете сказать по этому поводу, как объективно лето, есть ли какие-то шансы снова, уже в третий раз за последнее время нам попасть в Швецию на Евровидение? Ну, скажу, что Швеция, как по мне, номер находится на одном уровне с номером Сергея Лазарева. То есть, кто выше, кто ниже, как бы сказать, я точно не могу, они идентичны. Но в Швецию абсолютно не хочется, потому что за последние, сколько получается, 7 лет, в Швеции Евровидение было уже дважды. То есть, совершенно не хочется, но Людвиг выкладывается по полной, он искренне, эта искренность видна, и это искренне сцепляет. А у Сергея Лазарева какой-то автоматизмом все уже дошло, он как человек-робот. А у Людвига как бы осталась вот эта вот чистота и искренность. Данил, что ты скажешь по поводу Швеции? Я считаю, что заявка интересная. Он хороший певец, у него хорошая песня, у него хорошие девчата участвуют в его номере. Но это Швеция, и мы уже знаем такую Швецию. И все-таки хочется чего-то нового от Швеции. Хочется, чтобы нас Швеция удивила. То, что это отличный номер, это финальный номер, и это достойный, может быть, победитель, это да, но уже не интересно. Пожалуйста, Швеция, отправь нам следующую ларинь, на которой мы будем смотреть как вау. Сделай нам какой-то хит интересный, мировой. Хватит отправлять. То, что Швеция умеет это делать, мы это уже поняли. Чего только стоит их шведский видбир. Каждая песня на их отборе это хит. Но это мы знаем. Если бы эту песню отправила бы Молдова, были бы другие ожидания. Поэтому я считаю, что в этом году Швеция не должна победить. Ну, насчет шансов на победу тут на самом деле сложно сказать лично мне, потому что такое двоякое мнение складывается по поводу выступления Швеции, по поводу номера и вообще по поводу песни. Ну, если в целом взять то, скажем, против ли я буду победы в Швеции или нет, я смогу сразу сказать, что нет. Я за то, чтобы, в принципе, третий раз попасть в Швецию. Наверняка это будет уже не Мальму и не Стокгольм. Скорее всего, что это будет Гетерборг. Там мы еще не были. Поэтому, возможно, какой-то смысл в этой победе и был бы. Ильяна, что скажешь по поводу Белоруссии? Как тебе Зена вообще? И есть ли шансы на выход в финал? Зена удивила. Она зажигалочка, которая еще одна, кроме Кипра, зажигалочка в этом полуфинале, которая выделяется. Она отлично просто справляется со своей задачей. И я это говорю не как патриот, а как просто человек со стороны моего мнения абсолютно объективно. То есть от нее идет энергетика, энергия. Я думаю, если все объективно, если судить, то она должна быть в финале Евровидения 2019. Но как сложатся карты, известно только самому Господу Богу. Данилен, что скажешь по поводу Белоруссии? Я считаю, что от Белоруссии едет талантливая девочка. И я считаю, что в Белоруссии хорошая команда. Я за ними следил им. Они когда прилетели в аэропорт, я их видел. Они милые, дружные. И вообще ребята молодцы. Очень хорошие танцы. Очень красиво это смотрится, как они прыгают. Талантливые ребята. Но при этом я считаю, что песня очень простая, очень штампованная. И я считаю, что у Белоруссии есть очень много талантливых людей. Та же самая Зена. И они должны отправлять более интересные заявки. Ведь если на самом деле посмотреть историю той же самой соседской Украины, которая уже выиграла два раза, то два раза Украина выиграла, используя какие-то национальные мотивы. Или это были дикие танцы, где использовались какие-то гуцульские, или как это правильно произвестно, мотивы. Или это была Джамала, которая приехала со своим внутренним я, со своим Крымом. И у Белоруссии немало своей местной хорошей классной этники, которую можно преподнести современно, попсово и классно, чем отправлять обычную какую-то штамповку неинтересную. Поэтому я желаю девочке из Белоруссии попасть в финал, но в финале я удивлюсь, если она будет на высоком месте. И желаю стране отправить в следующем году. Кстати, был этот Navi Band, это было отлично, это было идеально. Вот так вот нужно продолжать, в таком же стиле. Не один в один, но я имею в виду, это был правильный ход мысли, отправлять вот что-то такое интересное на своем языке, независимое. Ведь эти ребята независимые, у них не стоит за ними никто. Ну, на самом деле, по поводу Белоруссии, я, честно говоря, немного разочарован. Я как бы вообще люблю очень Белоруссию, был в Донецком Евровидении, в Минске. Мне очень понравилась организация. Наверняка, если когда-то взрослое Евровидение приедет в Минск, то мы точно не разочаруемся тем, как Беларусь может провести мероприятия подобного рода. Но, к сожалению, пока по тем песням, которые Беларусь отправляет в последние годы, и в этом году в частности, у нас нет. К сожалению, пока что никаких шансов попасть на взрослое Евровидение в Минск. Да, Зена молодая, красивая девушка, талантливая. Все, ну, не хватает в этой песне что-то. Это обычная, я соглашусь с Даниэлем, пожалуй. Это, наверное, обычная попсовая такая штамповочка, скажем. Для меня ничего особенного. Возможно, пройдет финал, но, скорее всего, что Беларусь в этом году, как и в прошлом, без финала. В принципе, ну, это мое мнение по этому поводу. Так, скажите, что вы думаете по поводу Кипра? Проводите ли вы какую-то аналогию песни «Тамты» с прошлогодней, которая заняла второе место? Так, ребятки, сейчас начинается репетиция Испании, я пошел записать обзор, и я с вами еще увижусь. Пока-пока. Даниэль уходит, мы остаемся наедине с Ильяной. Ильяна, проводишь ли ты какие-то параллели между репетицией Кипра, о, между, господи, между нынешней песней Кипра с прошлогодней? Да, я провожу абсолютные аналогии. То есть, как по мне, совпадение процентов 85, и даже если взять на ряд «Тамты», будет как бы и движение, все, идет полное совпадение, и повтор «Элене Форейры». Но при этом, если Кипр выстрелил в прошлом году вместе с «Элене Форейрой», то сейчас уже повтор вряд ли будет, и это будет просто чудо, если «Тамта» войдет в топ-10. Ну, я, в принципе, соглашусь с Ильяной. Наверное, единственное, давайте по последней песне, и, пожалуй, мы на сегодня закончим обзор наш по репетициям первого полуфинала. Венгрия. Йосип Папай, он представлял уже Венгрию на Евровидении 2017 в Киеве. И так сравним. То есть, той песне, которую он в этом году, и ту, которую он выступал в Киеве. Что все-таки лучше? Ну, скажу сразу, что мне не нравилась. Не 2017 года песня, я была против его прохода в финал, и сейчас аналогичная ситуация, мне не нравится его стиль, мне не нравится его исполнение, и меня не притягивает сам артист. Ну, скажем так, коротко, мне нравится и та песня, и эта песня. Я думаю, что в финале Венгрия 100%, и, скорее всего, что это даже возможно, если «Свезды» сложатся удачно для Йосип Папайа, он будет в топ-5. Ну, это, пожалуй, мы закончим наш видеообзор. Спасибо всем за внимание.